На самом деле у нас есть единый политический центр, но во многом у нас есть большие проблемы в организационном характере. Проблема организационного характера, причина этого в том, что изначально это был единый фронт из огромного количества мелких движений и организаций. Они во многом друг с другом конфликтуют. Сейчас, когда перед нами есть общий враг, мы уживаемся. Но это не значит, что мы будем уживаться вечно. Базисом, на котором они все объединились, это является борьба против фашизма, откровенного фашизма. Фашисты кто? В данном случае фашистами являются... Ну, вообще есть классическое определение фашизма, данное еще в советское время. Фашизм, по сути, это неонацизм, который в ямном виде расцвел в Киеве. То есть путем... Да, это правый сексор, это свобода. Да, по большому счету это, в общем-то, крупные олигархические группировки, которые их взрастили. Вот это и есть фашизм. А кто эти олигархические группировки? Ну, давайте говорить прямо, кто их взращивал. То есть это Коломойский, это, в общем-то, в свое время и Ахмедов финансировал свободу. Ну, это правда, да. Вот. И в этом плане, конечно, бы Ахмедову стоило бы покаяться и перейти на нашу сторону пока не поздно. А Порошенко, он, на ваш взгляд, на чьей-то стороне? Порошенко на стороне крупных транснациональных корпораций, которые, в общем-то, представляют олигархию мировую. А мировая олигархия представлена политикой Соединенных Штатов Америки. То есть и сейчас, да, в общем-то, ДНР сама по себе, да, в этом мире глобализирована. Она слаба. И она, конечно же, не выстоит против Украины в целом. Она не обречена по той простой причине, что Украина гибнет. Она гибнет в силу внутренних противоречий. Тот базис, который нам достался после развала Советского Союза, он съеден. Его съели до конца. И, в общем-то, даже Киеву не на чем уже, в общем-то, не знаю, жить. Я уж не говорю про ДНР. То есть нам здесь в этом плане попроще. Да, наведи порядок. И, в общем-то, мы еще сами с усами. У нас и промышленность, да и уголь не так плохо. Остальная Украина, в общем-то, в этом плане в более невыгодном положении. Но мы должны быть откровенными перед собой. И должны понимать, что в глобализированном мире, в общем-то, решают крупные империи. Да, современные империи. То есть, по сути, Соединенные Штаты и Россия ведут борьбу за Украину. И Донецк, и новообразованные Донецкой и Луганской народной республики тяготеют к одному из центров этих империй. В частности, Донецк и Луганске тяготеют к Москве. Если ведет сюда Российская Федерация свои войска, и пусть это даже мировая общественность там видит его как аннексию. Эти войска будут люди встречать с цветами. Говорят, под Славянском есть залежи сланцевого газа. Это что, это правда? Это слух? Вам что-то известно? Ну, конечно, мне известно. Они не только под Славянском, просто там достаточно большая концентрация этого газа. Но добыча этого газа, в общем-то, нерентабельна. Почему? И для чего она вообще нужна была, вообще для чего нужна добыча именно сланцевого газа? На самом деле, важен не сам газ, важны мировые цены на газ. Пока существует добыча сланцевого газа, эта добыча каким-то образом давит на мировые цены на газ. То есть, если цены будут низкими, то, соответственно, Америка или импортеры газа будут в более выигрышном положении. И если цены будут высокими, то в выигрышном положении будут страны-экспортеры газа и нефти, то есть экспортеры углеводородов. В частности, самым крупным экспортером углеводородов в Европу является Россия. Ну, собственно, война, вот она война. У меня еще вопрос. Каким образом здесь оказался гражданин Российской Федерации, господин Геркин, иначе известный как стрелок? Геркин? Да, очень просто. Он крымчанин, а он, насколько я знаю, он ветеран каких-то там, не знаю, структур военных. Да, он бывший работник ФСБ, и вообще он корне москвич, насколько мне известно. В Крыму он находился время... Ну, смотрите, здесь же он не как представитель Российской Федерации, здесь он как частное лицо, как ополченец. То есть, если его застрелят, он будет застрелен здесь, как ополченец, не более того. То есть, это все ополченцы? Губарев? Они платят зарплату, понимаете? То есть, их никто не нанимал. Хорошо, а деньги откуда у них? Деньги куда поступают? Кто финансирует? Финансирует кого? Я вам расскажу как. Во-первых, деньги отнимаются простым способом, да? То есть, мы же давайте не будем забывать, что есть такое понятие, как реквизиции. Кроме того, если бы не было низовой поддержки, ничего бы этого не было. То есть, если вы съездите в Славянск, вы увидите, что чуть ли не 100% населения поддерживают их борьбу. То есть, они им дают продукты питания, они их обеспечивают транспортом, они их обеспечивают ГСМ. Единственное, что они взяли оружие на складах, где оно было. Разоружили милицию и, в общем-то, воюют с этим вооружением. А насильственных хотят? А? А насильственных хотят? Не, а как вы себе представляете вообще взять оружие? Не, я вам скажу так. Никого они не убивали, когда забирали оружие. Я вам рассказываю. Вы думаете, это, не знаю, думаете, не думаете, но очень многие военнослужащие вообще не хотят воевать. То есть, к ним приходишь, они сидят голодные, они готовы отдать это оружие, только не трогайте их. Вот. Очень много списанного вооружения и транспорта, который тоже, вот приезжаешь к этим, к начальникам там складов, говоришь, вот у вас там стоит это, передадите нам. Да забирай, только напиши мне там акт приема-передачи. И все.